в последнем видео я показывала как у меня все хорошо как я успеваю все и работать и учиться и блок вести и монтировать самостоятельно но это не всегда так как кривая знаете когда все все хорошо все успеваю потом скатываю все очень плохо ничего не успеваю как сейчас например только что пришла с работы сейчас время сколько сейчас время о 12 я работал до 10 пришла домой плюс душ пока приводила себя в чистый вид прошло время и сейчас мне надо делать презентацию для учебы завтра у меня в пол девятого занятия и чтобы отработать сегодняшний пропуск мне надо сделать презентацию и скинуть преподавателя я так не хочу эту презентацию делать вы даже не представляете как я сейчас просто хочу лечь спать у меня болят ноги потому что я целый день на ногах я вообще не хочу ничего я не читала про эту тему мне надо сначала тему то есть учить потом эту презентацию дебильную сделать потом еще с утра ехать я так не выспавшись вообще буду получается но мне осталось спать пять часов у меня даже сил сейчас нет снимать таймлапс как я делаю презентацию хотя я хотела так сделать но нет сори но я очень уставшая и через секунду вы просто увидите что я сделал презентацию хотя на самом деле пройдет несколько часов давайте все вот в общем моя презентация вот так вот так вот вот так вот в общем кое-как сделала лишь бы от меня отстали вот так вот уже следующий день все прекрасно прошло я прекрасно все сдала все отработала извините за мою заторможенность я очень хочу спать изо всех сил сейчас держусь чтобы записать это видео и побыстрее лечь кроватку спала я получается около пяти часов у меня хронический недосып и я уже чувствую как я эмоционально выгораю и как раз об этом и хотела бы поговорить для начала надо сказать что тот трудоголизм который я везде вещаю который токсично сочится из каждого практически моего видео это не хорошо это не совсем совсем не хорошо тот темп жизни которые я сама выбрала для себя он точно не подходит для 75 процентов людей почему я так точно говорю 75 потому что существует четыре темперамента я прекрасно себя даю отчет что вот тот моторчик импульсивные которые постоянно у меня работает он в целом из моего темперамента такой то есть одной учебы мне мало чтобы вот усидеть на месте и в целом вот моя гиперактивность это я считаю что это от природы я бы просто не смогла усидеть на месте не будь мне работы не будь мне блога я просто пошла не знаю наверное будут тусила каждый день и вообще не училась но выбрала путь более общество одобряемым вот и вот так вот и живу но всему есть предел не успевать отдыхать не высыпаться это это вообще нездоровая вещь даже для холериков почему даже для вообще для всех и чревато это вот как раз таки эмоциональным выгоранием я уже страдала от эмоционального выгорания два года назад когда вот работала на ставку 75 то есть я работала сутки через сутки иногда сутки двое и училась при этом очень в медицинском на первого курса это привело меня к жутчайшему эмоциональному выгоранию и на основе своего опыта на основе курса клинической психологии которые я сдавала год назад я хочу поделиться с вами опытами и опытами хочу поделиться с вами опытом и советами как избежать эмоционального выгорания и как из него вылезать потому что у эмоционального выгорания есть разные этапы и для каждого этапа нужно свое решение эмоциональное выгорание включает в себя четыре стадии на секундочку я наверное думаю что я как раз таки на второй стадии в общем первая стадия эмоционального выгорания она состоит в том что вы эмоционально вовлечены в свою учебу работа это как вот мандраж перед первым сентября и когда вот начинается учеба вы прям все учите от зубов вплоть до формулировки предложения в учебнике или когда вы уже ушли с работы у вас выходной но вы все равно думаете о работе как лучше что-то сделать там придумываете это уже первая стадия эмоционального выгорания на самом деле и в таком состоянии вы можете недолго пробыть и надо себя останавливать даже если очень хочется заниматься работой даже если очень-очень хочется заниматься учебой надо как я раньше говорил вести режим учить тему столько сколько вы запланировали на неделе то есть вы например готовитесь к сдаче колоквий три дня и на четвертый день отдыхаете это вот надо сделать рутиной и чем раньше вы себе устроите этот выходной на первой стадии тем больше шансов что вы не перейдете на вторую стадию а вторая стадия это как раз таки когда все ресурсы вашего организма они ушли и тут самое главное себя тоже не насиловать и не идти дальше но я должен это сдать я должен как же без меня справиться на работе тут надо себя отдергивать в этот момент когда вы чувствуете истощение что у вас нет сил идти на работу вас нет сил учить не путайте с ленью лень это когда у вас сила есть но мозг такой я посмотрю видео я скажу в парк я хочу погулять с друзьями во второй стадии вы не хотите вообще даже гулять с друзьями разговаривать вообще с кем-то вы просто хотите лежать наверное на кровати по себе сужу и вообще ничего не делать и это правильное чувство и надо вот этот вот рефлекс устал отдохнул он в человеке он заложен и надо его не ломать и если вы его сломаете перейдете в третью стадию поэтому всегда если чувствуете усталость берите выходной выкручивать но надо всегда отдыхать чем меньше вы будете себя насиловать тем меньше вам надо будет отдыхать на самом деле и вам выгоднее взять выходной чем потом разгребаться вот этот все издавал всю свою хроническую усталость там беря отпуск или что-то вроде этого там не хотя на учебу и тут самый главный вопрос сколько надо отдыхать для каждого человека это разное время столько сколько столько сколько вам нужно для отдыха у меня нет сил вообще даже злиться давайте все таки доснимем это видео я не буду перезаписывать потому что я устала как я на себе отслеживаю что я уже отдохнула я у меня появляется чувство что я хочу что-то сделать например чаще всего это появляется идея для нового видео или я там листаю смотрю в интернете увидел какую-то новую технику в косметологии или какой-то новый препарат записываюсь на обучение то есть у вас появляется желание расти и развиваться как только она появилась это значит что вы отдохнули и ваш организм готов к новому потреблению к отдаче себя миру то есть если вы хотите развиваться если у вас появляется интерес к чему это не обязательно идея для видео или обучение это у меня так у вас может быть новый язык выучить или новую книжку прочитать или пойти с друзьями на танцы там сходить или что-то в общем развлечься узнать что-то новое это знак тому что вы восстановили свою нервную систему и вы готовы давать этому миру и развиваться и расти сами и третья стадия когда вы сломали рефлекс устал отдохну когда вы просто уже не чувствуете что вам нужен отдых и вы уже забыли что такое отдых и просто монотонно постоянно работаете и вот живете в этом когда вы уже перманентно находитесь в условиях постоянного износа вы уже привыкаете к этим условиям но ваш организм сигнализирует все-таки что что-то идет не так и отсюда идет орви и частые головные боли и мигрени и что еще расстройство жкт я доводила себя уже до такого состояния когда вот работала в ковид никому не пожелаю если вы пролистаете мой youtube еще прям самые самые первые видео я только-только начала снимать и сразу же забросила потому что я моё последнее видео было я пошла работать в ковиде и все и пропала потом появился одно видео влога который снимала во время своего отпуска следующие видео я тоже через год или да и да тоже через год выложила с названием эмоциональное выгорание в итоге вот о чем я говорю чем раньше вы сделаете себе отпуск отдых тем лучше быстрее вы восстановите чтобы выйти из того состояния я не устраивалась потом на работу три месяца я вообще ничем не занималась я занималась учебой гулянками английским языком вот я познакомилась максимум я с ним ходила часто на свидание в общем я разгружала себя и вот если вы находитесь сейчас на третьей стадии и думаете вот я сейчас возьму отпуска или уволюсь или что-то там устрою себе такие большие глобальные перемены вот чем не заниматься или же вот вы сейчас активно учитесь ходите на какие-нибудь студ советы кружки и вовлечены в это и вы уже в процессе вы уже в какие-то проекты делаете и вы думаете вот я сейчас уйду и чем я буду заниматься еще хуже а как они без меня без вас справиться прекрасно ничего страшного вы скажете я не успеваю по учебе дайте мне восстановиться и и я вернусь к вам ничего страшного не произойдет мир не не остановлюсь и ваше место никто не займет то есть вы всегда к чему-то придете вы не упускаете свои возможности наоборот вы освобождать себе время под другие свои возможности если уж эмоционально сложно принять решение уйти то например из тут совета или что-то такого никто и не просит вас уходить просто возьмите перерыв вас все поймут и все вас поддержит просто искренне скажите что не могу больше не бойтесь уходить в никуда я уже столько раз уходила в никуда и все равно мне жизнь она все равно дает вам шансы дает возможность и тут самое главное кроется дьявол вот именно в этом моменте то есть вы у вас третья стадия эмоционального выгорания у вас поломан рефлекс устал отдохнул вы ушли и вы себе решили взять отдых и отдыхаете уже долгое время например ну около месяца вот я себе сужу потому что когда я уволилась я отдыхала около месяца и потом у меня появился интерес снова к блогингу у меня там разные вещи и я курс записалась я начала обучение другое вот эти новые интересы новое развлечение новое развитие распределять на неделе так чтобы вы успевали отдохнуть чтобы у вас были выходные потому что у вас поломана вот этот вот рефлекс то есть когда вы себя нагружаете вы можете не понять что вы устали и по привычке я записался там на этот курс я его пройду вовремя я супер-пупер крутой ученик отличник и так вы себя снова вгоняете в это состояние а фишка как раз таки в том что вы сейчас чуть-чуть отдохнули у вас появились новые какие-то там дела и вы учитесь эти дела распределять так чтобы вы успевали отдохнуть и когда вы так научились делать у вас вот этот вот рефлекс устал отдохнуть снова появляется и вы снова начинаете чувствовать усталость как здоровый человек и так вернемся к моей истории я нахожусь на второй стадии эмоционального выгорания я это прекрасно чувствую что я очень сильно устала и я уже активно начинаю с этим бороться я уже купила курс массажей для тела я начнусь на них ходить вот как раз таки после экзамена то есть на следующей неделе я сдаю экзамен и у меня там много свободного времени надеюсь я переживу этот период без потерь если все таки не выкарабкаюсь то вы увидите это по видео которые не будут выходить у меня на канале но сейчас все таки я этого избегаю и регулярно выкладываю по одному видео раз в неделю так что здесь надеюсь все будет хорошо у меня если вы переживаете сейчас тот же самое состояние я очень вам сочувствую и я прошу вас не пренебрегать моими советами они реально толковы да не получается жить идеальную жизнь и чтобы все было так по графику не ругаем себя просто берем паузу отдыхаем восстанавливаемся и возвращаемся к работе я вас очень прошу не насилуйте себя обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайк этому видео если оно вам понравилось до скорого всем пока и будьте здоровы